И снова всем привет! С вами Алик Алав Гудвин и у Татьяны возник вопрос, да? Как избавиться от холки? Вопрос в студию. Но ты имеешь в виду, избавиться не вот этими ударными техниками, которые мы уже видели, да? Да, без ударных техник. Вот. А для мамы, которая после операции... Да. Где хоть операция была? На глазах. А, на глазах. Да. То есть вот эти ударные техники, да, и наклоняться нельзя получается. Значит, смотрите, используем подручные средства. В домашних условиях можете повторить прямо сами для себя. Берем, скручиваем полотенечко вот так вот, да? И именно, ну, во-первых, на шею, чтобы увеличить лордоз, да? Вот тянем в какую-то положенную сторону. Раскрутили себя вот так вот и натянули. И второе, это прямо на холку вот так. И с силой в противоположенную сторону разгибаемся. Вот так вот вытягивая себя. Можно чуть подкрутить вот так вот, да? Первый приемчик. Второй приемчик. Для этих целей используем, в этом случае, это черенок от щетки. Я вот снял щетку отсюда, да? Кладем прямо на холку. Вот, да? Вот эту холку прорабатываем, вот так вот проминаем. Потом закидываем руки. Ну, да, это на тебе попробуй. Вот ты на холку. Локтями, ты за локтями так закидывай. Вот так, да. И так же тянешь руки вперед, шею назад. Шею назад, да, вот. Вот чувствуешь движение пошло? Вот мощное движение назад, да. Повторите в домашних условиях для себя. Очень полезно, кстати, даже если у вас нет холки, вообще... Для профилактики, кстати. Да, да, да. И шею вот так туда прокатало. Палочка желательно, чтобы жестко было. Ага, и продавица. Никаких пармонов тут не надо. И еще вот есть такие, продаются вот, ну, там, для йоги обычно, да, вот такие цилиндрики. Разного объема бывает. Во-первых, когда вы спите, можно использовать вот такие валики. Они поменьше, чем цилиндр, да, под шею. То есть вот прям под шею. Это с можжевельником. Понюхай. О, как это. Круто, да. Он мягкий такой, да. И вот как раз под шеей вы днем лежите ночью, спите и ворочаетесь. А в качестве упражнения лучше, чтобы пожестче взять такой валик. Ложись лицом, на грамме туда. Да, и шеей на, получается, валик. Шеей на валик. Шеей на валик. Шеей на валик. Вот прям холка, смотри, да. Вот, во-первых, ты лежишь, отлеживаешься так долго, так можно лежать. А, у нас расслабились. Да, расслабились. И потом начинай шею поворачиваться вот так вот туда. С плечами, с плечами только раз. Как бы этот валик прокатываем. Да, прокатываем, да. Тренируем свою шею, во-первых, да. И, во-вторых, идет мягкая растяжка валик, вот этих, вернейшего лордозно, да, вот эти позвонки, они как бы растягиваются, получается. А это очень важно делать в день, каждому хотя бы раз, что стимулирует, соответственно, кровообращение внутричерепное, да. Стимулирует, а тут идут у нас артерии задние, вот эти вот, да, которые, магистрали для питающей затылочную часть мозга, которая отвечает как раз за зрительную функцию. То есть, вот как раз у мамы твои будут зрение улучшаться, понимаешь. Вот, и все это мягко, без хрустов, да, можешь вставать. Так что, дорогие друзья, не теряйтесь, будьте с нами. С вами был Олег Авгудвин. До новых встреч, друзья. До новых встреч.